МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На минувших выходных взяла старт летняя Дрим-серия по множеству киберспортивных дисциплин. Главным событием практически для любого киберспортсмена был ивент по КСГО. На турнире принимают участие и два коллектива, которые представляют СНГ КСГО сцену, Natus Vincere и Hellraiser. Примечательно то, что эти две команды успешно преодолели групповой этап и уже сегодня начинают свое участие в плей-офф стадии. В соперники HR-ом дослался коллектив SK Gaming, а вот Na'Vi попали на Virtus.pro. Главный вопрос, кому повезло больше, а ответ на него мы узнаем уже сегодня. Матчи будут проходить по системе B103, поэтому шансы на победу имеет абсолютно любая команда. Заключительная часть стартует в 12.00 по московскому времени и продолжится аж до полуночи, и слабых команд не осталось, поэтому каждая игра будет интересна и интрига будет сохраняться до последнего раунда. Болеем за наших! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помимо финалов DreamHack, шведским профессионалам предстояла возможность выяснить отношения в рамках регионального турнира Швеции с призовым фондом 7500 долларов и с порцем. Только шведское дерби, только интереснейшие матчи в CSGO. Завсегдатые соперники Nip и Fnatic встретились в финале. Эти два коллектива переиграли SK Gaming и PublicClear.se. Если Fnatic очень быстро и, можно сказать, без особых проблем обошли своих соперников 2.0 по картам 16.9 и 16.12 на DDoS 2 и Демираж, то, что касается Nip, им пришлось, как принято говорить в таких случаях, немного попотеть. SK Gaming действительно доставили множество хлопот Nip и даже отыграли первую карту с довольно-таки уверенным счетом 16.8. Однако Nip это очень крепкий орешек в Best of Free сериях. Шведы могут позволить себе проиграть одну карту, однако на двух последующих они громят соперников без труда. SK Gaming не стали исключением, карты DDoS 2 и DTrain закончились очень быстро, ведь счета 16.5 и 16.7 говорят о тотальном доминировании команды Nip. А вот в финальном матче Fnatic показали два фокуса своим соперникам, которые, признаться честно, были непонятны игрокам. Не пройдя групповой этап на так называемом Main Event Dream серии, Fnatic смогли переиграть Nip 2.0 в финальном матче, не дав сопернику ни единого шанса. Хоть первая карта и завершилась минимальным перевесом первых, вторая карта прошла полностью под диктовку Fnatic. Как следствие, победа на испортцам и 7.5 тысяч на личный счет. Asus Rock Dream League Престижная лига по Dota 2, организуемая DreamHack'ом и Asus Rock, а также Rocket и The DJ Studio и шведским телеканалом TV6. Призовой фонд составляет 100 тысяч долларов, который распределится на 4 места. В Швеции остались заключительные матчи, которые определяют победителя и обладателя круглой суммы. На финалах летней Dream серии приятно удивляют игроки команды MoSports, которые на данный момент вновь упали в нижнюю сетку и теперь будут противостоять команде Team Empire. Имперцы, в свою очередь, получили подобные позиции в нижней сетке от шведов Alliance, которые на этом ивенте показывают фантастический уровень игры. Перед TI4 шведы набрали превосходную форму, а на финалах DreamHack'а не дают спуску ни единому участнику, проходя катком по каждому игроку на карте. На текущий момент мало кто может сомневаться в победе Alliance на этом турнире. Сегодня берет старт заключительный день интереснейших противостояний второй доты. Не пропустите развязку Лиги Мечты. В честь начала чемпионата мира по футболу в Бразилии разработчики World of Tanks запустили новый режим, в котором танкисты не сражаются с друг с другом, а гоняют мяч по огромному полю на центральной площади карты Хеммельсдорф. Играть в футбол будут команды по три спортсмена на танках Т-62А, которые уже временно начислены на все аккаунты. Совсем без использования оружия на футбольном поле не обойдется. Например, мяч можно гонять не только корпусом танка, но и выстрелами из пушки. Подбить танк другого игрока нельзя, но разрешается сбить ему гусеницы и на некоторое время вывести оппонента из игры. На выставке E-Free многие могли ознакомиться с четвертой частью прохождения Бэтмена, в которой он наконец-то получает долгожданный Бэтмобиль Трансформер. Напичканная оружием и электроникой машина Бэтмена не просто быстрый способ передвижения, она полноправная участница практически всех событий, происходящих в игре. Ее вполне можно было назвать напарницей главного героя, если бы она не была неодушевленным предметом. Водить Бэтмобиль интересно, хотя к необычному управлению нужно сперва привыкнуть, зато за рулем чувствуешь себя этаким непобедимым Трансформером, способным лихо домчаться до места преступления и надавать всем по шее. Самому Бэтмену разработчики уже добавили новых трюков, в частности трос, при помощи которого Бэтмен влезал на высокие карнизы, получил новые возможности, отчего перемещения по вертикали стали еще удобнее и быстрее. Бэтмен Аркхам Кнайт выйдет только в 2015 году на ПК, PS4 и Xbox One. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем удачной недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА